Ребят, всем привет! Вы на канале Роман Гоу. В прошлом видео мы посмотрели ценники, офигели с ценников на машины в Турции. Сегодня, значит, я вам покажу автобазар, настоящий автобазар турецкий, просто. Я, если честно, был очень удивлен. А также разберемся, почему до сих пор не идут караваны с перекупами в Турцию, с учетом такой разницы в ценах. А еще хочу поделиться с вами лайфхаком. Я нашел способ проверить машину, то есть отчет по ВИН сделать совершенно бесплатно. Адаперио – это бесплатный сервис проверки истории автомобиля. Для того, чтобы получить бесплатный отчет, вам понадобится всего лишь ссылка на объявление о продаже автомобиля и ВИН-код автомобиля, который можно узнать у продавца. Реально годный сервис. Скоро я буду искать тачку, и Адаперио поможет мне сэкономить. Вот, для примера, беру рандомное объявление из интернета и просто на халяву сейчас я узнаю все об этой тачке. Сюда вставляем ссылку на объявление, сюда ВИН-код, и вуаля – изучать, не переизучать. Не благодарите меня за этот лайфхак. Вся информация и ссылочки будут в описании к видео. Ну вот, я приехал на остановочку. Значит, мне еще идти туда. Блин, я рано вышел, что ли. Около двух километров еще мне идти пешком. По пути, вот, смотрю, тут автосалончик. Ходь, тут красивые шины, все налимоненные. Блин, ветер сегодня. У нас в Сибири лопухи в частном секторе растут. Здесь, вон, кактусы. Вон, гранат, что ли, растет. Никольно. Первый раз вижу. Деревня, что сказать. Вот, наконец, я встретил автомойку. Первый раз, по-моему, автомойку встретил на улице. Если честно, вообще на рынках, вообще с уличными торговцами, так скажем, у меня частенько возникает недопонимание. Я не знаю, там турки, не турки работают. В общем, такие конфликты бывали и раньше, когда я сюда приезжал, и уже в этот раз, хотя я стараюсь по базарам вообще не ходить, но пытаются как бы, пытаются как-то схитрить, обмануть. И когда у них не получается, они очень злятся из-за этого. Вот транспорт, смотрите, интересный. А вот авторынок. Все тачки вон едут на въезд. Сейчас утро, часов 9 утра. Пацан, он какие-то услуги продает. С какой-то табличкой ходит. Типа фары помыть, наверное, или еще что-нибудь. Ну вот, собственно, авторынок. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Рядов 10, наверное. Движуха идет на рынке конкретно, то есть народу заезжает много. Вообще, очень много народу. И покупатели видно, что тоже идут. Вот такие цивики здесь популярные, видите? Эджбэки. Тут вот кафешечка рядом сразу. Ну, как обычно на рынках. Офигеть, там еще дальше. Тут все вообще заполнено машинами. Вот это можно сказать, что авторынок прям жив. Живее всех живых. Вот на газу, наверное, тачка. Там, там, везде, везде стоят машины. Это уже просто улицы. И здесь тоже стоят машины. Это вот дорога, по которой я сюда шел. Вот я, наконец-то, дошел до того места, где машины с табличками в Сайл-Тик перестали стоять. Вот, кстати, смотрите. Местная 99-я на наше. Тут же сразу, не отходя от кассы, вот продают вещи всякие. Тут видел даже лакосты с бирками. Как вам, корола такая за 500 тысяч рублей практически. Копейка, вот, 150 тысяч примерно стоит. Вот за 650 тысяч сливик занижены. На вот таких вот колесах, конечно, по кузову состояние так себе. Но колеса, конечно, круто смотрятся. Почти об крыло труцы. А как вам такой аппарат? 25 тысяч, 250 тысяч рублей, что ли? Что-то я то ли неправильно считаю, то ли жесть какая-то вообще. А, не ценненько продают. Да, вот такая, в общем, обстановка примерно. Ребята тачки свои готовят максимально. По поводу цен, значит, все точно так же, как и на том авторынке, по автосалонам, где я ходил. Цены минимум в 2-3 раза больше, чем в России. И пробовал подходить что-то спросить, блин, вообще как-то непонятен. Не язык, только, грубо говоря, там, поздороваться можно и все. Надо учить турецкий, в общем. И уже со знанием языка хотя бы фразы там, что по торгу, что билось, что красилось, сколько хозяев. Надо было хотя бы выучить вот эти фразочки. Ну, ладно, хотя бы атмосферу я передал, сам посмотрел, если честно, офигел. Ну, и с цены, и с того, что рынок, в принципе, он очень живой. Но такие цены, такая ценовая политика, это еще не все. Давайте посмотрим, что еще ждет автолюбителей в Турции, которые, ну, решат, что они, допустим, хотят ездить на даже двухлитровом седанчике каком-нибудь, да, средненькому, по нашим российским меркам. Двухлитровый же может быть только пакет сока, правильно у нас? Про налог. В Турции 2 литра это уже очень дорого. Допустим, на какую-нибудь свеженькую двухлитровую тачку налог будет в районе 75 тысяч рублей, прикиньте. На трехлитровую тачку это будет уже 160 тысяч, ну, это я говорю на относительно свежие машины. А на новенький четырехлитровый автомобиль налог будет 400 косарей, просто 400 тысяч в год. Какая классная все-таки у нас страна, Россия. Пиво в три раза дешевле, машины в два раза дешевле. Транспортный налог в Турции рассчитывается, исходя из объема автомобиля и года выпуска, и одинаковый там по всем регионам, без разницы. В Стамбуле или в Кимере. Сейчас наш вот этот порог в 250 лошадиных сил мне уже и не кажется таким конским. Когда в районе 26 тысяч, ну, допустим, за БМВ 333 лошади я платил в год, ну, то есть по месячному рассчитывается, это уже не кажется такой большой платой. Я смотрю, тут все-таки уважают наш отечественный русский автопром. Вот, пожалуйста, очередной представитель. Невасик. Какой-то с расширителями. Теперь про растаможку. Вот, честно, целый час я гуглил. Вся информация во всех поисковиках в Ютубе, она о том, как не растаможить машину, а как ввести временно машину русскую, да, с российскими номерами, и не растамаживая, сколько можно ездить на ней. А вот именно сколько стоит, ну, конкретно, вот, как положено растаможить. В одном месте встретил информацию, что две стоимости автомобиля примерно. Ну, понятно, что это невыгодно. Но если вы захотите здесь покататься на машине с российскими номерами, вы можете это сделать на срок 730 дней, ну, грубо говоря, на два года, вы можете затянуть сюда тачку. Но есть условие, что и вы, и машина здесь не должны до этого находиться, до въезда 180 дней. То есть полгода у вас не должно быть на территории Турции. Такое вот условие. И на два года можете затягивать машину, сами, притом, можете туда-сюда летать, перелетать, а машина должна быть в Турции. Как только она выезжает, сразу полгода, ну, отсчет пошел на полгода. Такая вот политика. Тут я смотрю, он драгметаллы ищет с металлоискателями, ребята. Кстати, ребята, уже месяц я здесь нахожусь, и за этот месяц я в новостях уже видел, что в Анталии, ну, в городе, где я конкретно здесь живу, какой-то смерть там или ураган. На турецкую провинцию Анталии обрушился мощнейший ураган. Где-то узнаю я из новостей, из российских. Здесь нифига не было. Здесь, ну, не знаю, но дождь был несколько дней за вот этот месяц. Был такой легкий дождь, что если ты идешь в наушниках, ты можешь даже не понять, что идет дождь. 300 дней в году из 365 дней. Здесь солнечные дни. В Питер привет. То землетрясение какое-то жестокое вообще. Мощные подземные толчки магнитудой 6,6 были слышны сегодня в Стамбуле, Анталии и даже на греческом острове Самос. Ну, землетрясение, надо сказать, действительно было. Несколько домов обрушилось в 350 километров отсюда. Так, что сказать еще про Анталию? Ну, блин, да это гребаный рай. Все спокойно, все тихо. Люди ходят, отдыхают, спокойно проводят время. Допустим, вот эта набережная Каньелты. Здесь теннисные корты. Здесь, как и парковые зоны, для воркаута, площадки, скейт-площадки. Так спокойно, что даже немного скучно. Полиция, вот, допустим, здесь ездит или на машинах для гольфа, такая восьмиместная длинная, значит, телега, и там 8 мест. И они так спокойно ездят. Или на мотоциклах, на таких крутых с мигалками. Прям по велосипедным дорожкам ездят, но ни разу. Я тут, как видите, хожу так пижонисто, без маски. Ни разу никто не докопался, ни разу ничего не спросил. Блин, вот реально скукотища. У нас же, идешь, менты стоят. Так, сразу анализируешь. Так, что они, какая у них схема, кого они крепят. Смотришь, уже пару там человек стоит в очереди в автомобиль. Третьего уже шкурят. Весело. Ну, весело, когда и пешком идешь. Когда едешь на машине, конечно, не весело. Тогда уже сердечко начинает биться. Почаще немного. Здесь же я ни разу не видел ни одной засады. Один раз видел, как полицейский там с человеком говорит. Ну, я не знаю, может, они просто знакомы. Я хочу еще какой-нибудь город хороший в Турции посетить. Кстати, можете мне посоветовать, кто там уже путешествовал. Вот еще что-нибудь хочу посетить, но вот никак не могу дождаться. Сегодня уже 10 ноября. И я никак не могу дождаться, когда купальный сезон закончится. Все-таки я понимаю, уже там где-то в Турции, там более северные регионы смотрю. Там уже теплая погода, но уже не жара, так скажем. Сегодня вот здесь, допустим, 26 градусов. И все это погода как-то продляется и продляется. Но я думаю, до середины ноября еще будет нормально. Вот Средиземное море. Нифига себе, тут маслозавод или какой-то завод ГСМ. И тут же жилые дома. И пованивает, так я бы сказал, маслецом. Наверное, квартиры дешевые здесь. В лифтах тут стройматериалы не возят. Тут вот так поднимают квартиру, видите. И мебель даже, и холодильник, и стиралки. Все так. Я надеюсь, пока я здесь путешествую, цены в России на тачки немного устаканятся. То есть, либо в Москве машины подешевеют, на Западе, то есть на всем. Либо в Сибири уже подорожают. Потому что, когда цены одинаковые, так совсем неинтересно, блин. Я же, блин, кроме того, как гонять тачки, нихрена я не умею. А если цены вообще не восстановятся, разница в ценах вот такая останется, нулевой. Ну, не знаю, что делать. Что делать, как думаете? Извиняйте те, кто ждет вот этого какого-то автоконтента, но его пока нету, как видите. Все, что могу автоконтента, я вам здесь показываю, все, что я вижу. Здесь вот в Анталии даже каршеринга я не встретил. То есть, чтобы на тачке самому, допустим, покататься где-нибудь. К сожалению, идея с перегоном тачек в Турцию, как вы видите, провалилась. То написали под прошлым видео в комментариях, что там какие-то терки между политиками, блин, сейчас происходит. Я так подумал, нифига будет хохма, если меня тут в плен возьмут. Надо сказать, что тут русских-то очень мало. Ладно, парни, всем спасибо большое за просмотр. Всем счастливо. Спасибо.